Всем привет, друзья! Я сейчас нахожусь в такое тёмное время, на самом деле 6 часов только вечера, возле железнодорожного вокзала города-курорта Анапы, для того, чтобы рассказать вам очень важную, интересную, долгожданную новость. Итак, друзья, с 30 декабря 2019 года отправится первая ласточка как из Краснодара, так и из Анапы. В общем, всего курсировать будет 2 электропоезда до Краснодара и обратно. Утро, время получается из Анапы в районе 9 утра, пути будет 2 часа 46 минут, то есть в 11 с чем-то, практически в 12 часов, вы уже будете в Краснодаре. Обратно вы можете уехать практически в 7 часов вечера без малого, в 6 часов с копейками, и приехать сюда уже под вечер. Соответственно, из Краснодара в Анапу поезд будет отправляться в 6 утра с копейками, и в районе 9 утра он будет приезжать в Анапу. Из Анапы в 9 вечера будет поезд отправляться и прибывать в Краснодар в районе 12 начала первого ночи. Удобно это или нет, пока неизвестно. Все-таки многие жители города, курорта Анапы отправляются в Краснодар в больницы, студенты на учебу, поэтому, возможно, время отправления из Анапы не очень удачное. Однако, если вам на выходные надо просто съездить в Краснодар на пару часов, на 3-4 часа погулять, то электричка очень хороший вариант, потому что даже 2,46 экономит вам как минимум полчаса, а то и больше времени. А если это выходной день, то экономит существенно больше времени. В летнее время до Краснодара в районе 3,5, а то и 4,5 часов в зависимости от пробок, то здесь 2,46 гарантированно без пробок вы доезжаете до Краснодара, ЖД вокзала города Краснодара. Там же находится и автостанция города Краснодара. Поэтому, в принципе, очень удобно. Я думаю, что Асочка будет пользоваться популярностью среди местных жителей, гостей города, курорта Анапы, а также, в принципе, тех людей, которые будут из Краснодара приезжать на выходные. В наш замечательный курорт. Единственное, что время прибытия в Анапу, в 8, начало 9 утра, тоже не совсем удобное для туристов, которые захотят на выходные приехать, потому что среднее время заселения в гостинице, это в районе 2 часов дня. То есть, возможно, какое-то время им придется просто погулять или сразу отправиться на пляж. Но все равно очень полезное нововведение. Спасибо РЖД за ласточку, которую мы все тут так долго ждали, потому что я теперь думаю, что смогу выбираться в Краснодар. Это значит, что у жителей Анапы появится больше вероятности отдохнуть, каких-то разнообразных путей. Также вы можете через ласточку отправиться в Краснодар и пересесть на другую ласточку до Адлера. Это как вариант, как ход развития событий. Ну, то есть, вы теперь можете намного быстрее преодолеть туристы, которую вы раньше преодолевали на автобусах или на автомобилях. Я считаю, что очень удачно. Но, может быть, время, конечно, следовало бы подкорректировать, все-таки подстроиться под местных жителей Анапы. Но у нас все подстраиваются, наоборот, под жителей Краснодара. Все-таки это для них больше возможность приехать на море, чем для анапчан отправиться в Краснодар, в столицу Краснодарского края. Вот именно посетить этот замечательный город. Ну, а на этом, друзья, все. Пишите по поводу, нужна ли ласточка была в Анапе. По стоимости до 9 января 2020 года в районе 300-350 рублей. Начиная с 9 января, то цена уже начинаться будет от 500 рублей. Так что это еще и возможность сэкономить на новогодних январских праздниках. Можно поехать дешевле, чем на автобусе. Пишите в комментариях, интересно ли вам было узнать об этом событии. Мне кажется, что если меня смотрят местные жители нашего города-курорта, они существенно обрадуются, потому что эту новость ждали давно. Потому что у нас уже давно планировали электрифицировать ветку от Варениковской до Анапы. И наконец-то это случилось. И первая ласточка уже 30 декабря отправится с пассажирами по маршруту Анапа-Краснодар и, соответственно, Краснодар-Анапа. Ну все, друзья, пишите комментарии. Буду рада лайкам и подписке. С вами Светлана, счастливая жена. Оставайтесь вместе со мной.